Здравствуйте! С вами рубрика Библиотека Эльдома. 13 декабря в России отмечают День Медведя. Могучего медведя по праву считают символом России, ведь этот мощный зверь олицетворяет всю силу и умдаль русского народа. Как ты думаешь, сколько видов медведей существует на планете? Ну, я думаю, видов 15-20. К сожалению, нет. В мире осталось всего 8 видов медведей. Вся они охраняются на государственном уровне. Как мало. Да. Какие виды медведей ты знаешь? А, я знаю. Бурый медведь, белый медведь, гималайский, малайский и какая-то панда. Большая панда. Еще есть черный медведь, губач и очковый медведь. М-м-м, надо же. А какие из этих видов есть в России? Ну, точно есть бурый и белый. Да, а на Дальнем Востоке еще живут гималайские медведи. М-м-м. К какому виду относятся самые крупные медведи? Ну, я думаю, что самый крупный медведь это белый. Правильно. Сейчас ты об этом нам прочтешь. Так, белый медведь это самый большой наземный хищник. Его длина достигает 3 метров. Белый медведь живет в Арктике. Он питается рыбой и членями. У него отличное обоняние и хорошее зрение. Белый медведь может заметить добычу с далекого расстояния. В книге Маукли один из героев это медведь Баалун. К какому виду она относится? Ну, я думаю, что гималайский медведь. Правильно. В народном фольклоре медведю посвящено множество различных произведений. Тут и сказки, где его уважительно называют Михаилом Потаповичем, и множество блин, и разнообразных присказок, и пословиц. Какие сказки, в которых одни, один из героев медведь, ты знаешь? Ну, конечно же, Маша и Медведь, Теремок, Колобок, Три Медведя, Бычок с малиной, Бачевок, что тут вспомнить-то вы же не надо. Еще Три Медведя, Винни-Пух, Маукли, Вишки да Корешки, и Лиса и Медведи, и многие другие. Точно, много всего. Слышала такое выражение «медведь-шатун»? Да, слышала. Когда медведь называют шатуном? Ну, наверное, когда он просыпается после спячки. Ну, да, но не совсем. Прочти об этом. Перед зимней спячкой медведи едят очень много, накапливая запасы жира. Медведь, у которого не хватило таких припасов, просыпается и выходит из берлоги в поисках еды. Его называют шатуном. Такой медведь очень голодный и опасен даже для человека. А, понятно. То есть он посреди спячки проснулся и стал шатуном. А после спячки это не шатун. Ясно. Чем питается медведь? Ну, он же хищник, значит, мясом питается. Не только. Вот прочитай, чем же еще может питаться медведь, кроме того, как есть мясо. Медведь – всеядный зверь. Это значит, что ест он не только мясо животных, но и растительную пищу, например, ягоды. Известно, что медведи любят лесную малину. Но самое любимое лакомство буровой мишки – это мед. В поисках меда он разоряет пчелиные гнезда и может забрести даже на пасеку. Ну, мой последний вопрос. Умеют ли медведи ловить рыбу? Ну, наверное, лапами ловят. А вот. Правильно. Сейчас я об этом вам и прочитаю. Ловкий рыбак. Многие медведи умеют ловить рыбу. В северных регионах медведи рыбачат на реках, в которых лосось и мечут икру. Мишка терпеливо выжидает, когда рыба плывет рядом. Один ловкий прыжок и добыча у него во рту. То есть, когда я вам себя правильно, он не лапами ловит, а поджидает момент и ловит ртом. Угу. Я и не знала. Сколько всего интересного мы сегодня вспомнили о медведях. И узнали много нового. Еще раз поздравляем вас с днем медведя. И всем до свидания.